Денцовский округ Мы сегодня поговорим с председателем общественной палаты Марианной Николаевной Кристалинской и членом общественной палаты Сергеем Викторовичем Рыжиковым. Здравствуйте! Добрый день, добрый вечер. Уже вечер, день был насыщенный. Мы успели даже опомниться, уже вечер. И я, конечно, приветствую всех жителей, которые сегодня подключились и смотрят нас в прямом эфире. А я напоминаю, что мы работаем действительно в прямом эфире. Это значит, что мы принимаем звонки. Задать вопросы гостям в студии вы можете по телефону 8-495-508-86-84. Полигончицы мы с вами сегодня обязательно обсудим. Но я предлагаю вспомнить, что было вчера. Не только сегодняшний день был насыщенный, но и вчера не менее интересный. Вчера прошло первое в этом году заседание общественной палаты Оденцовского округа. На нем Марианну подвели итоги года уходящего до ушедшего. И наметили планы на наступивший 2021. Вот самые знаковые события общественной палаты в прошлом году. Какие были? Ну, на самом деле, действительно, вчера было первое в этом году пленарное заседание. Оно было отчетное за прошедший год. И, на самом деле, прошло в таком расширенном составе. Потому что, ну, скажем так, слава богу, что уже меры по профилактике коронавирусной инфекции позволяет нам уже в более расширенном составе и в очной форме проводить такие встречи. И вчера мы отчитались о том, какая была проделана работа, достаточно большая. Первое пленарное заседание общественной палаты в новом составе уже Оденцовского городского округа состоялось 13 марта 2020 года. И вот уже с того времени мы достаточно активно включились в работу. К сожалению, выдалось достаточно сложное начало для работы общественной палаты. Потому что как раз это был самый разгар пандемии, первой волны. И надо сказать, что общественная палата практически всем своим составом очень активно включилась в работу волонтерского штаба во всевозможные акции по профилактике коронавирусной инфекции. Ну и, наверное, вот, скажем, вот весь этот период, да, там до, наверное, ну, где-то сентября 2020 года, конечно, прошел под эгидой борьбы с коронавирусной инфекцией. Марина, давайте сделаем паузу. Мы работаем в прямом эфире 8495-508-86-84. К нам позвонили. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Алло. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня вопрос. Да-да-да, представьтесь, пожалуйста. Я Михаила Татьяна Георгиевна. Очень приятно, Татьяна Георгиевна. Живу в лесном городке Оденцова района. Какой у вас вопрос? У меня вопрос. Мой сын участник войны, чеченской войны. Он стоит уже лет шесть на земельных участках. И не может никак получить в Оденцовском районе. Они живут в маленькой 30-квадратной однокомнатной квартире на очереди. Он стоит на льготной. Никак не может кусок земли получить, чтобы построить контекст и увеличить семью свою. И вот я бы хотела, как-то движется в очередь. Потому что они каждый год проверяют ее, но толку никакого нет. Татьяна Георгиевна, я вас попрошу обязательно оставить ваш контактный телефон, чтобы мы могли передать в общественную палату, чтобы с вами связались в том числе после эфира. Но я сейчас по возможности прокомментирую. Ну, вы знаете, опять-таки, чтобы не быть голословной, я понимаю, что действительно вопрос очень важный. Но тут есть, я думаю, какие-то детали, требуется еще дополнительная информация, чтобы дать исчерпывающую консультацию. Более того, я думаю, что все равно надо будет еще обращаться с запросом в администрацию и понимать действительно, насколько можно быстро этот вопрос решить. И, может быть, какие-то дополнительные документы нужны. Поэтому я действительно очень попрошу Татьяну оставить свои координаты. Мы обязательно с ней свяжемся, я думаю, что буквально завтра, и этот вопрос обсудим, и уже сможем взять его в работу. Чем более в общественной палате такой опыт есть, но о нем мы поговорим тоже чуть позже. В сентябре, да, волонтерская деятельность немножко пошла на спад, но, к сожалению, долго отдыхать не пришлось. Ну, на самом деле, та работа, которую мы проводили в прошлом году весной, да, она как-то плавно перешла, конечно, и на настоящий период. То есть, может быть, не в том объеме, но все равно мы занимаемся и благотворительностью, и, естественно, и мониторим там и соблюдение тех мер, которые сейчас предписаны еще для обязательного, да, какого-то соблюдения. И, конечно, сейчас очень важен вопрос вакцинации, то есть, со своей стороны, мы отвечаем на вопросы, мы их собираем, отвечаем на вопросы жителей по вакцинации. Действительно, это очень важный вопрос, и действительно, ну, со своей стороны, совместно с администрацией, с главным врачом Одинцовской областной больницы, Андреем Васильевичем Фадеевым, конечно, мы делаем все возможное, чтобы максимально информировать жителей о том, как идет вакцинация, где можно сделать прививку, ну и, безусловно, различные вопросы, которые по ходу возникают. Это очень важно. Сергей Викторович, в какую комиссию общественной палаты вы входите? Комиссия по экологии и землепользованию. То есть, как раз ЧАСЦ, это, в общем-то, ваша тематика. ЧАСЦ, да, наша тематика. А насколько часто обращения от жителей в вашу комиссию поступают? Какие вопросы, кроме ЧАСЦ, да, в данном случае, интересуют, о чем переживают жители округа? Ну, вопросы очень часто поступают. Комиссия наша работает почти что каждый день. Основные вопросы, это, конечно, сейчас ПЗЗ. Людей там особенно за ними возникают. Вот, также мы сейчас занимались выделением земельных участков многодетным. Вот там у них была проблема по Кровскому, сейчас заменяют участок. И основная наша комиссия, там еще у нас и субботники проводим. Это наша, так, основная деятельность. Михаил у нас есть, Белозу, в комиссии, которая каждый день ходит в лес и выносит мусор. Вот, также следит за береговой линией там, чтобы не было заборов лишних. Вот, в таком плане. Ну, и поскольку вы у нас в эфире первый раз, не могу не спросить, вот чем вас привлекла общественная деятельность? Потому что это все равно, так или иначе, дополнительная какая-то нагрузка, которая забирает время от работы, от семьи, от увлечений каких-то. Ну, мне, как всегда, нравилась общественная деятельность. Я был активистом молодежно-экологического движения. Мы также проводили всякие экологические акции, боролись там с незаконными свалками. Но потом, когда уже подрос из молодежного движения, решил попробовать себя в общественной памяти. Более взрослым чем-то. Да, ну, вроде пока получается. Ну, раз мы немножечко подводим в первой части программы итоги года ушедших, вот с точки зрения работы комиссии по экологии, какое самое яркое событие, может быть, какое-то достижение было? Ну, вот такая сейчас, у нас же самое яркое достижение, это как раз по участкам многодетных. Вот, они должны уже, так понимаю, в марте, в апреле получить новые участки. Мы с ними выезжали на место, смотрели новое место, это Зеленая Роща. Вот, там всех устроил, там два человека, они чуть сомневались, ну, вроде как, все, их уже устраивает. Там дороги есть, освещение. Это такая у нас самая яркая сейчас вот должна получиться победа. Вот, также, как говорю, мы... Совместно с администрацией, да, мы... Да, с администрацией, конечно, без администрации это никак ничего не получится. Спасибо, Александр Штеслинов, он подключился очень быстро. Да, и главе, который тоже на личном контроле держит, да, этот вопрос. Глава, который, да, постоянно личный вопрос держит. Очень важно, да. Вот, и в ближайшее время сейчас будет общественный слушник по ПЗЗ, это, наверное, март месяц. Это такие сейчас две основных темы, которыми мы занимаемся. Темы очень непростые. Да. Но я предлагаю все-таки перейти к обсуждению выездного совещания, которое прошло сегодня в часах. Но прежде чем мы с вами поговорим, я предлагаю посмотреть сюжет. Чистцовский полигон начал работу в 1974 году. С тех пор здесь накопилось 3,5 миллиона кубических метров мусора. Полигон стал болевой точкой для экологии Одинцовского округа и был закрыт по поручению губернатора несколько лет назад. Сейчас здесь проходит рекультивация. Из федерального и областного бюджета на эту работу выделено 2,9 миллиарда рублей, большие деньги, которые позволят полностью рекультивировать этот полигон. И, возможно, в дальнейшем мы его еще будем использовать как небольшой горнолыжный, так скажем, курорт. Перед началом рекультивации у местных жителей были опасения, что работы спровоцируют выброс газа и специфический запах. Но этого удалось избежать. Более того, в течение ближайших 80 дней на полигоне появится специальная лаборатория, которая регулярно будет делать пробы воздуха и выдавать данные в общем доступе. Также будут установлены веб-камеры, которые обеспечат трансляцию в онлайн-режиме, чтобы у жителей была стопроцентная уверенность в том, что мусор на полигон больше не завозят. Это последний крупный полигон в Одинцовском округе. И отрадно, что вот мы осенью собирались, когда подрядчик сюда заходил, да, их посмотрели планы. Все идет по графику, несмотря на зиму, на морозы, на пандемию. Сбоев нет, да, есть как бы, ну, подрядчик сообщает о том, что эти работы даже будут досрочно осуществлены. Рекультивация проводится с учетом мнений граждан. По завершении инспекции на полигоне прошло совещание с участием инициативной группы, сформированной по просьбе местных жителей. Одинцовские депутаты от «Единой России» держат на контроле ход работ на полигоне в рамках партийного проекта «Чистая страна». В прямом эфире ТВ программа «Главная тема» 8495-508-86-84. Звоните и задавайте ваши вопросы к гостям в студии. Сегодня у нас в гостях представители общественной палаты Одинцовского округа. Марианна, о чем говорили на совещании? Мы сейчас смотрели такую очень короткую версию происходящего. Ждем подробностей. Я хочу просто сказать пару слов, что предшествовало сегодняшнему совещанию. В октябре месяце глава округа Андрей Робертович Иванов подписал соглашение с подрядной организацией о проведении работ по рекультивации полигона в Чистцах. И была сформирована совместно, да, и по инициативе жителей, и по распоряжению главы, была сформирована вот такая рабочая группа, которая включает в себя представителей администрации, членов депутатского корпуса, общественников в нашем лице с Сергеем, как членов общественной палаты, а также жителей. И вот на самом деле вот такая достаточно, ну, как мне сказать, как кажется, такая комплексная полная группа, это вот, на мой взгляд, залог успеха и абсолютной прозрачности всех работ. Потому что очень важно, чтобы у жителей не было опасения, что каким-то образом работы, скажем так, могут вестись с нарушением, да, или что-то повлечет, ну, скажем, да, ухудшение состояния окружающей среды. Поэтому была создана эта группа. У нас есть чат в мессенджерах, да, и мы общаемся, обсуждаем различные вопросы. И сегодня было вот такое первое выездное совещание, как говорится, на месте, на объекте. Вот, и Андрей Робертович задавал различные вопросы, которые как бы и у жителей встают, да, и у него по тому, как идут работы. Есть ли какие-то проблемы, требуется ли что-то со стороны администрации в помощь. Ну, и как бы сконцентрировал еще раз внимание на том, что должна быть установлена полная прозрачность. Для этого будут камеры через некоторое время, которые будут в онлайн-режиме показывать, как идут работы. Что действительно полигон закрыт. Что никто там ни с заднего хода, ни откуда не привозит мусор, да, и не завозит машины. Это тоже, знаете, такие слухи ходили, но полностью вот сегодня такие опасения были развеяны. Ну, и, конечно, очень важно, что будет поставлена станция мониторинга, которая будет постоянно снимать замеры. И, как бы, предоставлять эту информацию администрации, а уже администрация будет знакомить жителям о том, в какой ситуации находится окружающая среда и воздух. Сергей Викторович, вы как член комиссии по экологии остались довольны тем, как идут работы по рекультивации? Да, мы сегодня смотрели, там, как вы говорили, там была куча раньше больше, сейчас половину кучи убрали, согласно плану заявленному. Нам показали, с квадрокоптера облетели все тело свалки со всех сторон, никаких там новых навалов, мусора нет. Работает очень много техники, и ты понимаешь, что все, что заявляли подрядчики, идет по плану ровно в срок. Ну, Марьяна, мы действительно с вами в октябре там были, когда начался процесс рекультивации, вот, собственно, все идет по плану. Я правильно понимаю, да, как и Сергей Викторович сейчас сказал? Ну, пока, да, пока все идет по плану, как заявляет подрядчик, и я думаю, что нет пока поводу сомневаться в его словах. Более того, конечно, нас обрадовало, что уже, скажем так, полигон начали, скажем, да, там, взъерошили, какие-то работы уже идут, но запаха, слава богу, нет. То есть вот, когда мы приезжали в октябре месяце, мы поднимались наверх, на самую верхушку полигона, и уже снизу чувствовался такой, ну, специфичный запах, который, наверное, ни с чем не спутаешь, достаточно такой неприятный, удушливый. Вот, а сейчас, да, уже с тем, что работы идут, в принципе, пока все нормально. Ну, и опять-таки подрядчик гарантирует, что следующее, это будут уже работы по газификации, то есть выведению, да, там, газов из тела полигона, и предусмотрена целая установка. То есть все будет очень безопасно и с точки зрения экологии, и вообще с точки зрения безопасности жизни людей. Поэтому мы очень надеемся, что действительно все пройдет хорошо, и в скором времени это будет уже как такое забытое место с точки зрения мусора, свалки, отходов. И действительно что-то, может быть, там будет хорошее, ну, или лыжное. Что будет, мы с вами, да, еще сейчас обязательно обсудим. Вот в этом мессенджер, в чате, да, в мессенджерах, которые созданы, какие вопросы беспокоят жители? Это запах, да, это установка видеонаблюдения. Что еще спрашивают, может быть, какие проблемы с точки зрения репутинга? Вы знаете, просили, да, просили предоставить документацию, вот, и сегодня как раз была вот и документация предоставлена всем, вот, как раз я принесла, то есть можно ознакомиться. Плюс сегодня была такая достаточно полная презентация подрядной организации, как раз специалистами была нам представлена о том, какие различные этапы работ нам предстоят, что сейчас делается. И, в общем, ну, на все вопросы, которые были заданы, мы получили абсолютно квалифицированные детальные ответы. А когда по плану рекультивация должна закончиться? Вы хотите дополнить? Да, дополнить, да, там, вот, жители основного, пока в Голице-Малойезьем, они переживают, что там завозят мусор с другого входа, ну, сзади полигона. Но еще раз мы сегодня посмотрели, нет никаких новых завозов, вот, и такой еще один... Полигон ведь под охраной, правильно? Он под охраной, забор огорожен, да, и, говорят, там, вот, квадрокоптер облетел, показал, что навалов нет. И еще один был вопрос сегодня такой задан, боятся, что очистные сооружения не справятся. Но подрядчик, да, рассказал подробно все и рассказал, как бы, будет действительно очень качественно современное оборудование по очистке всех вот этих газов. То есть, поводов для беспокойства нет? Да, поводов для беспокойства нет. Ну, в любом случае, есть какие-то вопросы появятся у жителей, что, в принципе, предсказуемо. Я считаю, что мы смело можем задавать, то есть, ну, по крайней мере, я не увидела, знаете, какое-то желание что-то замолчать, скрыть, да. То есть, люди готовы к общению, но, как я уже сказала, я очень рада, что глава занимает такую позицию, чтобы все было открыто, прозрачно, ну, и, естественно, безопасно для жителей. То есть, такие совещания с жителями, общественниками, они еще будут? Это было первое, но не последнее, правильно? Ну, и да, но такое совместное, то есть, это вот, на мой взгляд, абсолютно правильная позиция. Ну, мы договорились раз в месяц приезжать на полигон, пока не закончат работу и контролируют все этапы. То есть, через месяц у нас состоится вторая вот такая рабочая встреча. А когда по плану рекультивация должна завершиться? Через два года, то есть, это 22-й год, ну, если мы говорим, что он начался в октябре 20-го, то, ну, середина, там, конец 22-го года. То есть, самое главное, что же появится в часах на месте бывшей свалки? Ну, что в планах? Город-сад какой-то, да. Ну, что-то явно хорошее. Ну, все говорят о горнолыжном курорте. Ну, в планах там, да, есть такое, что хотят сделать горнолыжный курорт, но пока, как бы, это проект. Все обсуждается. Все обсуждается, да. Ну, на самом деле, не только сегодняшний день у общественной палаты был насыщенный. На минувших выходных в Кубинке прошел единый день бесплатной юридической помощи. С какими вопросами обращались жители в нашем материале? Книга и начисление платы за капремонт, возможность забора анализов на дому для инвалидов и получение земельных участков многодетными семьями. С этими и другими вопросами обращались жители Кубинки к представителям окружной общественной палаты и юристам в ходе единого дня бесплатной юридической помощи. Это та акция, которая уже, наверное, полюбила жителям нашего округа. Это действительно, на мой взгляд, очень важное мероприятие. То есть и общественная палата, и наши коллеги, с которыми мы сотрудничаем из различных юридических фирм, оказывают бесплатную юридическую помощь и консультацию жителям нашего округа. Евгений Владимирович обратился к специалистам за разъяснениями в сфере жилищного законодательства. Жильцы дома 8 по улице Кубинка уже создали совет многоквартирного дома. Теперь потребовались пояснения юристов по срокам проведения собраний, полномочиям и прочим вопросам. Роман Юрьевич дал подробную и обстоятельную консультацию. Я остался доволен. Главное, чтобы почаще такие были выездные консультации, бесплатные. У Нонны несколько кредитов. Жительница поселка Новый Городок пришла за грамотной консультацией по вопросу консолидации своих кредитных обязательств. Получила исчерпывающий ответ. Все понятно, все хорошо объяснил. Но буду дальше действовать по своему вопросу. Дни бесплатной юридической помощи и выездные приемные общественные палаты пользуются популярностью среди жителей Одинцовского округа и проходят регулярно. Следующее подобное мероприятие планируется провести в Голицыне в конце февраля или марте. В прямом эфире ОТВ программа «Главная тема». Сегодня мы говорим о работе общественной палаты округа. И к нашему разговору присоединяется член общественной палаты Елена Пешихонова. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. О дне донора мы поговорим чуть позже. А сейчас у нас день оказания бесплатной юридической помощи. Лена, я так понимаю, что это был далеко не первый день оказания помощи членами общественной палаты. Тут какой по счету примерно? Да, в 2020 году с октября начиная мы провели три дня бесплатной юридической помощи. Два из них прошло в городе Одинцово. Один из них прошел в городе Звенигороде. И буквально на днях, минувшую субботу, 23 января, прошел день бесплатной юридической помощи. Мы выезжали в Кубинку. Насколько такой формат помощи жителям востребован? Много ли народа приходит? Судя сейчас по статистике, конечно, востребован. Потому что мы стараемся где-то 3-4 часа официально заявить, что будет вестись прием. Но где-то 20 человек это минимум, который, в принципе, выходит. И более. А какие вопросы, как правило, задают какие-то имущественные или совершенно разные? Вопросы абсолютно разного характера, Евгения. Потому что у кого-то спор с жильем, у кого-то с льготами. Есть пострадавшие от немного, так сказать, непрофессиональной юридической помощи. Также хочется отметить, что много вопросов сейчас связаны именно в Кубинке. И последний день, который проходил, именно связан с оплатой коммунальных платежей, с переходом на единый центр оплаты. Есть вопросы у граждан, в принципе, различного рода. Иногда даже касается и не юридических вопросов, но тем не менее какой-то пошаговый этап взаимодействия с государственными учреждениями, поликлиниками. Приходится, в принципе, сюжету все видно. Приходится как-то рассказывать. Мария, на помощь оказывают только члены общественной палаты или привлекаете юристов, может быть, нотариусов каких-нибудь? Нет, вы знаете, у нас есть очень позитивный опыт сотрудничества с различными дружественными структурами. Имеется в виду и нотариальные конторы, и юридические фирмы, которые абсолютно на безвозмездной основе с нами работают по оказанию вот такой вот бесплатной юридической консультационной помощи жителям нашего округа. Поэтому, как показывает опыт, это действительно очень востребованная акция со стороны общественной палаты, со стороны коллег. И на самом деле большая им благодарность, признательность, потому что мы решили для себя делать это с максимальным удобством для жителей. Поэтому мы выбрали по такому общему согласованию, чтобы это была суббота, когда людям удобно. В выходной день? Да, в выходной день. То есть, ну, в среднем действительно часа четыре мы отводим на это. Могу сказать, что каждая консультация длится, ну, не меньше получаса. То есть, в принципе, это достаточно хорошая такая полноценная консультация. И, конечно, я понимаю, что люди, придя официально в юридическую контору, ну, конечно, бы заплатили, наверное, немалые деньги за вот такие услуги. А тут, ну, как бы, в принципе, люди получают полностью ответы на свои вопросы. Если что-то даже мы не можем решить сразу, то берем в работу и доводим до конца. Да, как раз хотела спросить. То есть, это консультация не ограничивается? Если нужна помощь какая-то поэтапная, вы ее также оказываете? Да, в принципе, никому не отказываем, да. Следующий день юридической помощи планируется? Да, планируется. Скорее всего, это будет город Звенигород. Ну, с даты пока мы, конечно, еще не определились. Ну, февраль, март, в ближайшее время, конечно, постараемся организовать, потому что коллеги, юристы, адвокаты, нотариусы, наши юристы содружественные, с которыми, в принципе, у нас соглашение заключено, конечно, тоже нужно всем находить на это время. А ведете какую-то статистику, ну, скажем так, сколько историй удалось довести до финала? Ну, как сказать, таких прям историй, чтобы с финалом они были, прям такого нету, но люди, в принципе, звонят потом на личные контакты с благодарностью, что, в принципе, разобрались. Где-то просто есть судебные вопросы, которые в дальнейшем сейчас требуют, ну, значительного времени потратить на них, чтобы где-то дойти до финала. Пускай, может быть, не всегда и положительного, но, тем не менее, пройти этот путь следует. Ну, достаточно иногда просто людям обозначить какой-то алгоритм и путь решения, потому что, действительно, я согласна с Еленой, что есть дела, которые, ну, требуют достаточно большого количества времени и усилий для того, чтобы довести до конца. Но, скажем так, обозначив какой-то путь, что вот надо делать так, так и так, в принципе, человек уже понимает, в каком направлении двигаться. Как раз хотела спросить про алгоритм. Приходит человек, да, с какой-то проблемой. Вот дальше, что происходит с его историей, документами, проблемами? Ну, в принципе, в формате беседы разъясняются какие-то, во-первых, нормы, во-первых, выясняется, иногда бывает, что у жителей очень сложно иногда понять, в чем все-таки суть, потому что иногда преобладают уже эмоции у некоторых есть, как бы. Поэтому здесь ставить вопрос о том, что решить прямо вот на месте проблему, да, иногда есть такие результаты, поэтому... На самом деле, все начинается с того, что приходит человек, говорит, я пришел на день бесплатной юридической помощи, я его встречаю, потому что я каждый раз тоже принимаю участие, я говорю, в чем заключается ваш вопрос? Когда человек обозначает ту или иную сферу своих интересов, я стараюсь уже направить его к какому-то человеку, потому что все равно каждый специалист специализируется на каком-то конкретном вопросе. Чтобы максимально была эффективность, и советую с Еленой, да, мы вот распределяем, что вам лучше к этому человеку обратиться или к этому. Плюс как раз вот в эту субботу мы параллельно еще вели и прием общественной палаты выездной, и как раз комиссия Елены, у нас еще был представитель комиссии здравоохранения, и я тоже, мы вели еще и прием жителей в Кубинке, поэтому, скажем так, решили максимально охватить эту замечательную территорию. Какой прием нужно было записываться заранее? Нет, нет. То есть, а вот как, скажем так, делили, кому нужна юридическая помощь, а кому достаточно будет просто прием? Ну, скажем так, если человек приходит и говорит, у меня вопрос, например, по некачественному оказанию медицинских услуг или вопрос по некачественной уборке снега, понятно, что это не юридического характера, и тут просто надо принять это обращение и понять уже, с кем дальше общаться по этому поводу, что, в принципе, мы и делали. А когда следующий прием планируем, чтобы наши телезрители смогли подготовиться? Ну, в принципе, вы знаете, мы стараемся, наверное, раз в месяц такие приемы проводить, но в любом случае мы даем анонс заранее, да, говорим о том, где у нас будет прием, опять-таки, каждая комиссия ведет свой график, вот, и на самом деле мы охватываем, полностью стараемся охватить округ, чтобы не только это были какие-то конкретные места, чтобы действительно во всех территориальных управлениях был прием и везде, скажем, были приняты обращения наших жителей, вот, поэтому, в любом случае, та или иная комиссия, она принимает обращения по всем вопросам, дальше мы уже распределяем. Лена, я правильно понимаю, что сегодня утром вы были в Одинцовском отделении приливания крови и участвовали в донорской акции? Да, все верно, Евгения, да, эта акция была запланирована с целью привлечения именно количества жителей и сотрудников крупных предприятий, которые расположены на территории Одинцовского городского округа, и сегодня вот прошел именно День донора, сотрудники МОЗа Былгаза, мы очень им благодарны, что они откликнулись на наше письмо-приглашение, которое мы пригласили организовать День донора совместно с членами общественной палаты. У нас пришло около 20 человек, даже более, потому что есть несколько человек, которых не допустили по состоянию здоровья, там, гемоглобин, давление, вот, поэтому, в принципе, почти больше, наверное, где-то больше 9 литров крови мы сегодня сдали, в том числе из нашей общественной палаты, коллега из нашей комиссии, я и Никита Смагин, мы сегодня утро начали с добрых дел. Ну, вы сдать кровь не первый раз, вот когда у вас донорская история началась? С 2016 года, когда я пришла в адвокатуру. А почему вы решили? Ну, так получилось, что у нас в адвокатской палате Московской области проходила тоже акция, там, помощи детям больным с онкологией, там, в выездной пункт работала служба крови Московской области, и, в принципе, так мы познакомились, они однажды приезжали к нам в Одинцово на нашу станцию переливания крови в Одинцовское отделение, вот, в принципе, я поняла, что нужно ехать в палату, я могу здесь, в принципе, на месте сдать в любое время, вторник, четверг. Каждый вторник-четверг Одинцовская станция переливания крови принимается с 8.30 до 12. И всех желающих, там очень приятный персонал, всех встречают. Мы рядом все может подтвердить, что сама бывала. В этот раз сдавали или пока еще не подошло время? Вы знаете, в этот раз не сдавала, потому что как раз у нас сегодня было выездное мероприятие, но я думаю, что это совершенно не повод отчаиваться, потому что, в принципе, нас всегда рады видеть. И на самом деле это действительно очень тема важная, потому что в период пандемии очень сильно сократили запасы крови, активность людей тоже сократилась, снизилась донорская. А кровь нужна каждый день, к сожалению, да, и действительно запасы надо ежедневно пополнять. Поэтому такие акции делаются очень часто и общественные палаты, и родительским сообществам. Мы активно в этом участвуем. Более того, даже идут на встречу и делают нам какие-то специальные резервные дни, если не очень удобно, например, в официальные дни. Поэтому тут, конечно, мы знаем, что все замечательно устроено, очень-очень удобно. И я призываю всех жителей нашего округа поддерживать эту акцию и по возможности, конечно, по состоянию здоровья в ней участвовать. А как предприятия откликаются на ваше приглашение присоединиться? Вот наш сегодня первый опыт состоялся, было очень приятно. Да, мы, в принципе, направили официальное письмо, нам ответили, созвонились. Ну, плюс ко всему, просто у нас как раз член общественной палаты состоит, является сотрудником МОСа Булгаза. В принципе, такая идея привлечь еще и коллег к этому, в принципе, замечательно. Грамотно сагитировала предприятие. Да, 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 очень грамотно. Вот Никита Смагина подошла к этому вопросу очень грамотно, как бы, все. Хотелось как раз еще добавить, что мы продолжим этот все-таки положительный опыт, выберем еще кого-нибудь. И хотелось бы добавить по светофору. Сегодня вот как бы просто стало известно на станции переливания крови, что мы вот наши телезрители, кто смотрит, да, откликнутся, что очень большая нужда именно в первой положительной группе крови. Вот ее очень не хватает, практически ее нету. Даже в реанимации областной больницы ее ожидают. Поэтому тем, у кого первая положительная, нет противопоказаний. Вторник, четверг, с 9 до 12.30, если мне память не изменяет, можно прийти. С 8.30 даже. Даже с 8.30 можно прийти и сдать кровь. Это совершенно, как уже сказали, не больно. Мне кажется, вот какой-то прилив сил, нет? Да, после у меня точно. Не отрицаю этого. Нет отрицаю этого. Поэтому стоит присоединяться к донорскому движению. Да, присоединяюсь. Многие сегодня стало известно, что многие, конечно, даже не знают, что, в принципе, можно прийти и сдать кровь и, в принципе, сделать доброе дело. Кто, кто сегодня пришел с МОСа Благаза, сотрудники, они говорят, мы продолжим. Все было очень удачно, положительно. Никто не жаловался на головокружение. Поэтому будем рады встать и честного. Мариан, ну, мы так начали с подведения итогов года ушедшего, да? Поскольку вчера было первое заседание общественной палаты. Теперь давайте наметим план на будущее. Вот, скажем так, в глобальной перспективе на целый год. Какие цели стоят перед общественной палатой? Что планируете? Ох, на целый год. Но мы размахнулись. Вы знаете, ну, на самом деле, сказать вот прямо конкретно, да, озвучить на целый год, конечно, сложно. Но, безусловно, многие мероприятия, многие акции будут зависеть от той ситуации, которую нам диктует пандемия. Хотя, в принципе, я очень надеюсь, что это слово очень скоро у нас уйдет небытие. И, действительно, уже те меры, которые были, они уже не возвратятся. И, в принципе, мы просто будем аккуратно относиться к своему здоровью, мыть руки и, так скажем, да, лишний раз не подвергать себе опасности. Вот, поэтому, безусловно, у нас очень много планов. И все они, конечно, направлены на благополучие жителей, качество жизни в Одинцовском городском округе. И, как мы и делали, мы и будем продолжать делать, принимать обращения жителей, скажем так, выступать, ну, такими, знаете, своеобразными модераторами, да, каких-то круглых столов, медиаторами между жителями и администрацией округа. Потому что зачастую, да, люди жалуются на то, что их не слышат, их не слушают. И вот, да, когда какие-то вот такие происходят западания по тем или иным причинам, тут, конечно, общественная палата должна выступать таким вот проводником, да, и как бы связующим звеном между жителями и властью. И, на самом деле, вот такой диалог очень важен, потому что, когда ты вот налаживаешь эту связь, ты видишь, что вроде бы, да, все друг друга слышат, все друг друга общаются. И, конечно, после этого уже происходят какие-то положительные моменты. Нас ожидает вот в конце февраля, начале марта, действительно важное мероприятие, общественное слушание по генплану, который предстоит принять. Это очень важная тема, многих она волнует. Слушники будут непростые, чувствуется. Да, ну, как бы вопросов много, конечно. Это тот документ, который, ну, наверное, практически касается каждого жителя округа, поэтому этому уделяется очень важное внимание. Вот, могу сказать, что члены общественной палаты состоят в составе рабочей группы, которая была образована при Совете депутатов Одинцовского городского округа. Это тоже, на мой взгляд, очень важное событие. То есть была сделана рабочая группа, и там не только депутаты, общественники, но также и жители. Вот этот вопрос именно по предстоящему принятию генплана, обсуждению, по вопросам ПЗЗ, это основная тема, которая там обсуждается. Вот, поэтому, чтобы все были услышаны, жители, или чтобы те вопросы, которые встают, да, они все были учтены, если они действительно актуальны, имеют место быть. Так что это вот действительно очень важно. Так что общественная палата, ну, в принципе, старается держать руку на пульсе и как бы участвовать в самых важных и таких вот знаковых мероприятиях. Более того, хочу еще сказать, на мой взгляд, очень важное решение, инициатива, которую вчера озвучил глава округа Андрей Робертович Иванов, который участвовал вчера в нашем расширенном заседании. Он внес такую, как бы, инициативу и своим коллегам дал распоряжение, чтобы в еженедельных планерках, которые участвуют, проводятся в Звенигороде, также принимали участие представители общественной палаты. То есть вы знаете, что у нас есть озвучивание тем по ситуации с доброделом. Дальше у нас идут соцсети, которые у нас озвучивает заместитель главы Роман Викторович Неретин. А дальше у нас будет общественная палата, которая будет озвучивать также те проблемы, с которыми обращаются жители в общественную палату, ну и тоже, наверное, это будет обсуждаться. Я считаю, что это замечательная инициатива, которая еще раз показывает и подчеркивает, что институты гражданского общества у нас активно работают и развиваются в нашем округе. Елена, у вашей комиссии какие планы на ближайшие перспективы? Ну, мы тоже пойдем по плану. В принципе, мы работаем и с обращениями граждан, если вдруг поступают такие именно касающиеся, может быть, нашей специфики работы, нашей комиссии. Это, конечно, юридическая помощь. Это, конечно, акции на благо жителей городского округа, помимо юридической помощи, такие, как и сдать кровь. И сейчас, конечно, все-таки не стоит забывать о том, что хотя меры послабляются по коронавирусной инфекции, по профилактике коронавирусной инфекции, то все равно какой-то общественный контроль со своей стороны, со своей комиссией. Мы будем проводить, у нас есть положительный опыт работы по фитнес-клубам. Ну, помню. Да, 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 очень. Мы для себя, как юристы, в принципе, проштудировав эти методические рекомендации, нашли много чего интересного. И, в принципе, так иногда смотрим уже, так как профессионал. Результат им следить, исправились или не исправились. Как профессионал, за этим следит Роспотребнадзор, потому что они предписали о том, что если не исправитесь, они вернутся и взыщут штрафы. Поэтому, в принципе, положительный опыт будем продолжать. Но также, конечно, это работа с обращениями граждан в любом случае. Потому что остаются все равно с приема. С приема остаются вопросы, которые, так сказать, тянутся. Нельзя забывать про это. Елена Муряна, спасибо, что пришли к нам сегодня в студию. Мы будем продолжать освещать деятельность общественной палаты. Поэтому я уверена, что в ближайшее время мы с вами еще увидимся. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Потому что я думаю, что очень многие, большой процент родителей и детей ушли чуть более, но счастливыми после этого. А самое главное, ведь они же будут вспоминать потом всю жизнь, особенно дети. Да важно, что потом дети родителям в хорошем смысле надоедали, чтобы пойдем во двор, поиграем вместе. И чтобы родители поняли, что это стало уже традицией. Понятно, что в будни и вечером, наверное, сложнее. Все заняты, ужин, уроки. Но суббота, воскресенье, это как раз те дни, когда можно выйти и 2-3 часа провести вместе. И когда у родителей это в хорошем смысле ритуал, традиция выработается, тогда в этих дворах жизнь будет кипеть, и наши дети будут дружнее. Меньше будет какой-то там подростковых отклонений. Это тоже очень важная работа. И семьи дружнее будут, в конце концов. И семьи дружнее будут, дворы дружнее будут. Люди будут здороваться, узнавать друг друга. Их будут объединять вот эти совместные игры. Виталий, на всех офишах был указан номер телефона для связи с кураторами. Вот много ли обратной связи вы по итогу получили? Где просят в первую очередь организовать, помочь? Ну, первое, просто вкратце хотел сказать, что за этот уикенд более тысячи человек приняло личное участие в этом мероприятии, более тысячи человек. Потому что кто-то на местах, это начальники территориальных управлений помогали, были исполнители от администрации городского округа. Действительно, была очень большая поддержка от средств массовой информации, это газеты, это телевидение. И этих людей не было видно, так скажем, в самом кадре, на самой красивой картинке. Это очень важно, потому что оповещение должно быть максимально, это первое. А второе, извините, пожалуйста, повторите вопрос, чтобы... Много ли обратной связи поступило за вот это время? Да, извините, за что я немножко сбился. А вот в целом, я могу сказать, что позитивные обратные связи от этих трех мероприятий мы получили примерно от 50 тысяч человек. Если примерно понять, что количество просмотров, анализ комментариев, которые оставлялись, количество репостов и лайков. То есть, это все очень важно, мы это все анализируем, потому что наш проект, он только растет и развивается, и мы действительно его будем корректировать под конкретных людей, конкретного поселения, чтобы это было максимально органично. Вот где просят в следующий раз организовать игры нашего товара? Ну, не хотелось бы называть города, вот. Но действительно, вот уже сказали, из Одинцова есть несколько заявок, есть из Венигорода, есть из Нарфаминского городского округа. Но здесь мы в любом случае будем идти через наше основное правило. Родители должны организоваться, они должны выбрать двор, они должны быть готовы, что это здорово, участвовать в жизни собственных детей. У нас даже есть такой лозунг, наши дети, вот это важно. А вот, может быть, дадите совет этим родителям, которые сейчас посмотрят, захотят тоже организоваться. Как остальных родителей на это подбить? С чего начинать? Ну, у нас готово техническое задание. То есть, в принципе, достаточно к вам обратиться? Достаточно обратиться к нам в социальных сетях коллегу Александровичу или ко мне, вот, как это будет удобно. И мы поможем все организовать. У нас действительно все описано подробно, как мы все это делаем. То есть, это многие годы формировалось, многие годы оттачивалось, исправлялось. Сейчас у нас, конечно, это готовый проект, который без проблем понятен, будет многим. Ну, я думаю, технология простая. Если у родителей, которые захотят это сделать, есть знакомые, хотя бы соседи по подъезду, с кем-то они вместе, там, не знаю, здороваются, вместе работают. Две-три семьи, если выйдут, начнут организовывать, к ним обязательно подключатся другие люди. Если нет таких людей, а вот очень хочется, тогда, как Виталий сказал, есть Инстаграм и Фейсбук, и можно написать нам, мы поможем оборудованием, поможем инвентарем, поможем с организацией. Но я думаю, что инициативные родители, неравнодушные такие, непоседливые, у них наверняка есть друзья и знакомые. И первое, что это надо сделать, две-три семьи, чтобы вышли и сказали, давайте с детьми выйдем, начнем играть. Не обязательно делать столько станций, зоны, площадок, как было вот у нас на празднике, а можно начать с двух-трех. И потом дальше смотреть, у кого какие интересы. То ли перетягивание канатов, тюбинги, то ли мини-футбол, то ли вот детишки бросают вот это кольцо такое недорогое, баскетбольное, они от этого используют большое удовольствие. Зависит тоже от возраста детей, чтобы организовать вот эти площадки. Ну, я так не могу не задать следующий вопрос. Да, я уверена, что и диванные скептики сейчас очень сильно интересуются вопросом. Ковид-19, все мы знаем, что сейчас ситуация непростая. Но я так понимаю, что у вас и с этой точки зрения было все продумано. То есть были какие-то станции. Ну, кроме того, что это на свежем воздухе, дети, еще и были станции. Ну, во-первых, у нас сейчас и школы все работают, и дети, так скажем, общаются и в помещениях, что более опасно. Здесь свежий воздух, где-то минус 7, в эти три дня было минус 7, минус 8, минус 10 градусов. Настоящая зима, наконец-то. Мы анализировали, заразиться вот здесь на минус 10 градусов вот в такой обстановке, но гораздо меньше риск, чем там, не знаю, в магазинах и в каких-то помещениях. Вот. Но мы, опять же, мы хотели еще весной это начать. Мы все лето ждали, но решили, что зимние каникулы – это как раз время общаться. Потом мы видим, сколько людей ходит по мероприятиям, да, сколько людей там на горнолыжных турортах, на катках. Они тоже рядом, все близко. Но здесь, я думаю, что небольшая вероятность для заражения. А вот иммунитет укрепить на свежем воздухе точно можно. Вот сначала проект был городским, да? Ну, скажем, сначала он был в одном дворе, потом он стал городским, теперь вышел на область. Куда дальше расти, куда дальше двигаться? Вот вы говорите, да, корректируете постоянно. Какой рост планируете? Ну, вот хотели бы сказать просто о нашем пока что пиковом мероприятии, которое было в Краснознамецке. Это участвовало 1700 человек. Примерно оно обслуживалось 150 родителями. Поверьте, это смотрелось очень органично. Наталья Александрович не даст оврать, он лично принимает участие в мероприятиях. И когда это просто невозможно посчитать людей, когда люди вокруг, ну, все чем-то занимаются. Нет, не столкновение, так скажем, моральных людей. Все дети в пределе. Там, благодаря участию спонсоров у нас там бесплатная каша, может быть, или там сахарная вата. Но это обязательно антураж мы используем, потому что, ну, это как мотивирует детей на участие в каждом конкурсе. То есть у нас уже есть опыт проведения больших мер 5. Это было, вышло 5% от населения Краснознамецка. Ну, это очень существенные цифры. Поэтому мы не будем загадывать вперед. На данный момент наш этап – это то, что мы делаем, и мы обозначили наши территории. Как дальше будет получаться, это уже покажет время. Вы знаете, еще важно очень, когда, я сейчас просто вспоминаю это большое мероприятие, родители сами предлагали. Я помню, я сам удивился, когда родители выставили приличные машины и предложили краски, которые не портят машины. И дети раскрашивали вот эти большие машины этими красками, сделали просто пестрые автомобили. Вот если посмотреть фотографии с того мероприятия, я говорю, слушайте, а машины как? Они говорят, да, это потом легко водой смывается. Но для детей это было целое такое вот творчество. Приключение такое. Приключение раскрасить машины там такого, большие внедорожники и прочее. Поэтому здесь очень многое зависит от самих родителей, кто что придумает и кто что найдет. А я думаю, что здесь безграничное развитие проекта, но, опять же, это каждый двор, каждые родители должны развивать сами. Наша задача и вот наше с вами общение как раз людям напомнить о том, что это может быть, что это интересно, это полезно для семей, для здоровья. Направить. И вот немножечко я хотел тоже добавить. Если обратите внимание, на наших афишах есть как бы спонсоры. Участие спонсоров, местных спонсоров мероприятия, это не денежное участие, ни в коем случае. Это для того, чтобы хоть как-то украсть мероприятия. Вот, например, вот, как Олег Александрович сказал, у одного, собственно, автомойка, он готов был предоставить машины, дети их раскрашивали там. У другого человека, например, кофейня, они готовы нам предоставить чай, например. Ну, там, и вот дальше фантазия, она может развиваться. Ни в коем случае мы не берем средств с спонсоров на местах, ни в коем случае. Но они как-то должны украсть мероприятия для детей, потому что, ну, антураж, он никогда не уходит. Это, конечно, все любят, чтобы все было красиво и вкусно, например. Ну да, покушать на свежем воздухе. Ну и получить конфеты очень важно. Дети, когда выигрывает одна команда, и говорим, дети, идите, получайте конфеты, для них это тоже, это же награды, это завоевано, заслужено, это не куплено родителями. Это он сам завоевал, победив перетягивание каната. Это вот такая немножко игра, но уже такой серьезный подход к жизни. На самом деле в сюжет не вошло. Мальчик, который прыгал через канат, он прыгал очень долго и не слышно уже, но в конце ему говорят, слушай, какой ты молодец, ты так классно прыгал, иди возьми конфету. И побежал, хочется заметить, молодой человек за конфетой. Мы видели, ну, преимущественно зимний вариант игр нашего двора. Это тюбинги, ну, канат, наверное, может быть и летом. Вот летний вариант каков, какой набор игр, чем предлагаете заняться детям и родителям? Ну, вот мы 10 раз уже повторяем, извините, но это еще раз повторю, это всегда зависит от инициативы родителей. Например, вот у нас, допустим, родители выносили местный инвентарь, гольф для этих. Вот тоже летние игры, а мешки в прыжках тоже используются. У нас популярен футбол, у нас популярен даже в хоккей с клюшками, кстати, играют. Они такие загнутые, как у крокета. Ну, масса игр, на самом деле, лето, это резиночки, классики. Тот же бомбинг мы используем, баскетбольное кольцо. Есть вообще универсальные игры, которые используются и зимой, и летом. Ну, и ограничения для игр невозможны, потому что у нас проведено уже больше 100 мероприятий, и каждый родитель что-то предлагает, и каждый раз они это осуществляют в своих доборах. Мы просто помогаем, если там, ну, допустим, профинансировать что-то или докупить инвентарь. Мы это все делаем. Ну, у нас есть положение, в котором описано много игр, в которых мы уже играли, но все сказать невозможно. Лучше принять, наверное, в этом участие. Можно любое предложить. Даже просто палочки, лошадки, голова лошадки и палочки, просто даже детям скакать, это им тоже. Ну, надо на перегонке скакать. Кстати, а в городки никогда никто не играл? Вы знаете, вы не поверите. Я мечтаю 5 лет уже об этих играх, именно о городках. Но мы ни разу еще городки не проводили. Ни разу. Ну, это более сложно с организацией, это расстояние, это установка. Здесь в основном игры, которые очень быстро организуются, очень много людей может участвовать. А так, конечно, это можно, если сделать зону у городков, я думаю, что интерес будет. Интерес будет в чем угодно. Повесить просто дартс и устрой соревнования, начни записывать, и все, и люди будут летом играть. Главное, атмосфера, которая царит вокруг, атмосфера очень даже располагает. Мы сейчас начали играть, я начал вспомнить, чтобы не забыть. У нас был, один из родителей привозил огромный бассейн, в который, знаете, шарик катается, ребенок по бассейну. Такие игры были. У нас был от одного фитнес-клуба армрестлинг для отцов. То есть, на самом деле, очень много таких необычных игр. Но это все, это игры нашего двора, это инициатива родителей, поэтому... В каждом дворе свои игры. Спасибо большое, Виталий. Спасибо большое, Олег Александрович, что пришли к нам сегодня в студию. А я напоминаю телезрителям, что если вы хотите, чтобы игры нашего двора прошли у вас во дворе, для этого достаточно найти в социальных сетях кураторов проекта, задать им интересующие вас вопросы. И, в общем-то, самое главное, это инициатива и желание. Спасибо большое всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Продолжение следует...